МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова время новостей на нашем телеканале в студии Олесика и Ряк. Здравствуйте. Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Ветераны войны на Днестре недовольны тем, что в их населенные пункты привезут в день выборов. Сотни жителей Приднестровья для голосования организовали акцию протеста. Чего опасаются манифестанты, узнаете из новостей. Избирательная кампания завершена. Кандидаты в президенты подвели черту и выступили с последними посланиями к избирателям. Завтра день тишины. По меньшей мере, 4 человека погибли и более 100 получили ранения. Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Греции. Есть ли среди пострадавших граждане Молдовы? Расскажем в выпуске. Очередное достижение столичных муниципальных советников от партии ШОР. По их инициативе рядом с центральным рынком будет обустроена бесплатная парковка для людей с ограниченными возможностями. Далее все это и многое другое подробно. Ветераны конфликта на Днестре из Каушанского и Штефанводского районов организовали мирный марш протеста в нескольких населенных пунктах региона, где Центральная избирательная комиссия решила открыть участки для голосования жителей Левобережья. Протестующие выступают против того, чтобы голосующих организованно привозили в села в день выборов. Они угрожают тем, что 1 ноября заблокируют въезд для тех, кто собирается голосовать за определенные суммы денег. Ветераны конфликта на Днестре отправились маршем из города Каушана через несколько населенных пунктов Штефанводского района, где в воскресенье будут открыты избирательные участки для голосования жителей с левого берега Днестра. Протестующие не согласны быть свидетелями фальсификации выборов или ставить под угрозу здоровье близких, поскольку, по их словам, Приднестровский регион представляет собой очаг заражения COVID-19. «У нас есть дети, внуки, старики, и мы должны защитить их, чтобы завтра, послезавтра не плакать рядом с ними. Они не должны привозить нам болезни, у нас есть свои. Давайте защитим друг друга и воздержимся 1 ноября». Ветераны конфликта на Днестре утверждают, что гражданам Левобережья заплатят за участие в голосовании на президентских выборах. «Мы не хотим, чтобы левый берег Днестра определил нашу судьбу на 4 года. Мы и так уже 4 года страдаем. Мы должны сами решить судьбу нашей страны. Мы же не едем голосовать за Красносельского. Мы даём им выбор. Почему они не оставят нас в покое, не дают самим решить нашу судьбу? У них не болит душа за нас, но они приезжают и зарабатывают деньги». Секретарь Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский сообщил, что право принимать участие в президентских выборах имеет каждый гражданин страны. «Гражданин Республики Молдова, который проживает на левом берегу Днестра, имеет такое же право участвовать в выборах. Любое препятствие для реализации права выбора или блокирования наказуемо, независимо от их причин». Максим Лебединский уточнил, что в большинстве районов страны, а не только на левом берегу Днестра, действует красный код COVID-19. Напомним, ранее премырия Хаджимуса организовала собрание местных жителей, где глава села объявил, что запрещает открытие двух избирательных участков для граждан Левобережья. И несмотря на то, что Каушанский суд отменил решение местных властей, ветераны конфликта на Днестре говорят, что не позволят гражданам из Приднестровского региона въехать на территорию своих населенных пунктов. «Мы перекроем дороги, закроем школу, где находятся избирательные участки, чтобы не допустить завоза инфекции». Напомним, ЦИК приняла решение об открытии 42 избирательных участков для голосования жителей Приднестровского региона. Из них 12 будут расположены в населенных пунктах Каушанского и Штефанводского районов. Организованный подвоз избирателей к участкам для голосования будет отслеживаться полицией. Решение принято после того, как ЦИК запретила подобные действия. Особое внимание будет уделено организованному подвозу избирателей к участкам для голосования, а также недопущению противоправных действий, которые противоречат действующему законодательству. Поэтому полиция будет следить и контролировать ситуацию в пределах 100 метров. В воскресенье в день выборов разрешено передвижение транспортных средств вместимостью не более 8 человек и транспорта для регулярных пассажирских перевозок. Нарушители будут штрафовать на сумму до 12 тысяч леев. В то же время национальная полиция расследует несколько предполагаемых случаев подкупа избирателей. Кроме этого, из-за пандемии правоохранители будут проверять соблюдение социальной дистанции на избирательных участках. Для обеспечения общественного порядка на президентских выборах 1 ноября будут задействованы более 6 тысяч полицейских по всей стране. И о происшествиях. Страшная авария недалеко от Аргеева. По меньшей мере, три человека погибли в результате столкновения многотонного тира с легковым автомобилем. Согласно данным, предоставленным сотрудниками полиции, автомобиль Land Rover, направлявшийся в сторону Калараша, пытался совершить обгон телеги, при этом выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, двигавшийся по всем правилам. Пассажиры и водитель автомобиля погибли на месте. Трагедия произошла около 6 часов вечера недалеко от села Николаевка Аргеевского района. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли машины скорой помощи, полиция и спасательная бригада, которая пытается извлечь из автомобилей всех погибших и пострадавших. Личности жертв идентифицируют. Далее сводки пандемии. За минувшие сутки было зарегистрировано 968 новых случаев заражения коронавирусом после обработки свыше 3400 тестов. Четыре случая ввезены из Турции, Польши, России и Греции. Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 50 человек работают в системе здравоохранения, из них 15 – врачи. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 75201. На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 18245 человек. 789 находятся в тяжелом состоянии, а 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также сообщается о смерти еще 19 пациентов из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Итого, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в нашей стране возросло до 1766 человек. Накануне из медицинских учреждений страны были выписаны 695 выздоровевших пациентов. Так, в общей сложности от коронавируса излечились 55 190 человек. Режим работы на избирательных участках в Баку и Страсбурге будет сокращен из-за пандемии и вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел на видеоконференции, на которой присутствовали послы Азербайджана и Франции, аккредитованные в нашей стране. Все остальные участки будут работать в обычном режиме, но при строгом соблюдении санитарных мер. Несмотря на введенные во всем мире ограничения, за рубежом откроются все 139 избирательных участков. Власти сообщают, что не смогут гарантировать право голоса тем, кто заражен коронавирусом нового типа или находится в самоизоляции, так как возможности воспользоваться мобильной урной для голосования нет. Что касается допуска граждан с симптомами COVID-19 или другими респираторными заболеваниями, это зависит от условий страны пребывания и режима нахождения вне жилого помещения. Режим работы на избирательном участке во французском городе Страсбурге будет сокращен на один час в связи с установлением наивысшей степени антитеррористической безопасности после терактов в Ницце и Авеньоне. Избиратели смогут проголосовать с 7 утра до 20.00. МИД Молдовы сообщил, что во Франции получено разрешение на открытие 8 избирательных участков только на первый тур голосования. Избирательный участок в столице Азербайджана, Баку, будет открыт с 7 утра до 18.00. Режим работы сокращен на три часа из-за введенного в регионе военного положения в связи с Азербайджанно-армянским военным конфликтом, который предусматривает введение военного положения во многих городах. В то же время посольство Молдовы в Ирландии объявило, что получило разрешение на открытие трех избирательных участков в Дублине и Лимерике. После ужесточения ограничительных мер пришлось изменить их расположение. В Ирландии граждане Молдовы смогут голосовать только в алфавитном порядке. Посольство обязали объявить каждому потенциальному избирателю о времени, когда можно явиться на избирательный участок. Граждане Республики Молдова будут приглашены на избирательные участки в алфавитном порядке. В государство, где введены транспортные ограничения, чтобы избежать штрафов, власти рекомендуют гражданам иметь при себе подтверждающие личность документы и соответствующие заявления. Другим темам. Членов парламентской группы «Промолдова» становится все меньше. Сегодня утром депутат Корнелио Подневич написал на своей странице в социальной сети, что покидает формирование и продолжит свою работу в качестве независимого депутата. В качестве одной из причин ухода из «Промолдова» Подневич указал, что больше ничем не может помочь развитию этого политического проекта. Отметим, в последнее время несколько членов формирования заявили, что продолжат деятельность как независимые депутаты. Лидер «Промолдова» Адриан Канду считает, что с помощью таких выходов Игорь Дадон пытается создать новое парламентское большинство, которое он будет контролировать. И если это произойдет, Канду готов сложить свой депутатский мандат. Пресс-секретарь кандидатов президента Игоря Дадона Людмила Мунтян не ответила на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать заявление Адриана Канду. Далее электоральный блок. После восьми судебных заседаний, на которых Игорь Дадон и его представители отсутствовали, столичный суд сектора Чикана оставил в силе постановление прокуратуры по борьбе с коррупцией об отказе в возбуждении уголовного дела по делу «Кулёк». Об этом сегодня сообщил депутат от партии «Платформа.да» Юрий Реницы, который и обжаловал это решение в суде. Реницы заявил, что правосудие подчиняется Игорю Дадону. Депутат также говорит, что подаст апелляцию в апелляционную палату Кишинева, хотя не уверен, что что-то может измениться, пока Игорь Дадон останется президентом. Более того, Реницы полон решимости обратиться в Европейскую прокуратуру, считая, что только европейские прокуроры смогут пролить свет на это дело. Людмила Мунтян, пресс-секретарь независимого кандидата в президенты Игоря Дадона, на просьбу прокомментировать ситуацию ответила в сообщении, что судебная система Молдовы более независима, чем когда-либо с начала этого столетия. А министр юстиции Фадей Нагачевский не ответил на звонок. Игорь Дадон использует государственные ресурсы в личных целях и нарушает Конституцию Республики Молдова. Такого мнения придерживаются депутаты от ПДС Серджио Литвиненко и Вероника Рошко, обратившиеся в КС с просьбой проверить конституционность того факта, что президент не ушел в отставку во время избирательной кампании. Они запросили толкование статьи 13 избирательного кодекса, которое прямо не предусматривает освобождение президента от должности в предвыборный период, даже если он зарегистрирован в качестве кандидата. Однако депутаты утверждают, что, занимая свой пост, Игорь Дадон злоупотребял возможностью появляться на общественном телевидении, ездил на предвыборные встречи, используя гостранспорт и службу государственной охраны. Пресс-секретарь кандидата Игоря Дадона Людмила Монтьян сообщила, что выдвижение его кандидатуры на президентских выборах произведено с соблюдением всех требований законодательства. Кандидат к президенту от партии ШОР Виолетта Иванов в качестве меры борьбы с коррупцией предлагает прямое избрание судей, прокуроров и глав руководящих органов полиции народом. По ее словам, это повысит уровень их ответственности и исключит политическое влияние на правосудие. Также в завершении предвыборной кампании Виолетта Иванов обратилась с эмоциональным призывом к избирателям. Виолетта Иванов утверждает, что ее предвыборная программа «Молдова-2024» включает в себя и идеи по устранению коррупции в судебной системе. Кандидат в президенты предлагает революционное решение проблемы независимости юстиции, прямое избрание судей, прокуроров и глав полиции. Когда судьи и прокуроры назначаются и зависят от правительства, парламента и других структур, мы уже видели, каковы последствия, которые часто являются болезненными. Создание суда присяжных, то есть предоставление гражданам из разных регионов страны возможности активно участвовать в процессе принятия решений. Эти инициативы поддерживают граждане Молдовы. Они говорят, что если у них будет право выбирать людей на эти должности, то судебная система станет справедливой. Это очень хорошая идея, потому что на самом деле эти люди из тех, от решения которых зависит судьба многих. Если судьи будут избраны гражданами, это будет более справедливое правосудие, не парламентариями и не главой государства. Также в завершении избирательной кампании Виолетта Иванов обратилась с эмоциональным призывом к избирателям. Мы стоим на пороге исторических событий. Вы решите судьбу страны в воскресенье. Мы с нашей командой нашли путь, которому может следовать Молдова. Это проложенный путь с проектами развития и современной инфраструктурой. 1 ноября я призываю вас творить историю вместе. Имя Виолетты Иванов значится под пятым номером в бюллетене для голосования. Кандидат в президенты от нашей партии завершил свою предвыборную кампанию, символически подметая перед зданием администрации президента. Вместе со своими сторонниками он скандировал лозунги против действующего главы государства и пообещал людям лучшую жизнь при условии своей победы на выборах в ближайшее воскресенье. С метлами в руках и плакатами сторонники Рината Усатова сначала собрались перед зданием театра оперы и балета в Кишиневе, где кандидат от нашей партии подвел итоги предвыборной кампании. На всех встречах я объяснял, что у Молдовы не может быть будущего без четко разработанного плана, составленного лучшими специалистами республики из-за рубежа, плана модернизации страны. 1 ноября вместе мы должны решить и спасти или сделать перезагрузку республики Молдова, иначе через несколько лет мы поедем укладывать плитку в Москву или Италию. Позже Усатый и его сторонники направились к зданию администрации президента, где скандировали лозунги, направленные против Игоря Дадона. Мы связались с пресс-секретарем независимого кандидата Игоря Дадона Людмилой Мунтян, которая заявила, что действия Рината Усатова во время пандемии безответственны. На выборах 1 ноября за пост главы государства будут бороться 8 кандидатов. Победа на этот раз будет за нами. С таким заявлением вышла подводить итоги избирательной кампании кандидат на пост главы государства от партии действий «Солидарность» Майя Санду. Лидер ПДС отметила, что после встреч с гражданами во всех районах республики она поняла, что они жаждут перемен, несмотря на усилия некоторых политических оппонентов, которые намереваются фальсифицировать результаты воскресных выборов. По словам Майи Санду, в последние дни ее команда получила немало сигналов от жителей страны, которые утверждают, что в районах проводятся попытки массового подкупа избирателей. Лидер ПДС не уточнила, в каких населенных пунктах засвидетельствованы подобные случаи и кто именно этим занимался. У нас есть сигналы о том, что предпринимаются действия для покупки голосов и попытки фальсифицировать выборы. Хочу, чтобы вы знали, что фальсификация выборов представляет собой большую угрозу для безопасности нашего государства, и это будет строго наказываться. Майя Санду призвала граждан сообщать обо всех нарушениях, которые они заметят в день голосования. Я прошу всех людей быть бдительными и сообщать нам обо всех нарушениях и попытках мошенничества, которые они заметят. Просим вас связываться с нами и отправлять сообщения на электронный адрес антифрауда-собака-ун-пас-пендру.мд. И мы оперативно отреагируем. Чтобы получить комментарий на данное заявление, мы связались с секретарем Центральной избирательной комиссии Максимом Лебединским, который сообщил нашему корреспонденту, что в день выборов граждане, которые станут свидетелями противоправных действий, смогут уведомить об этом членов ЦИК. Также на сегодняшней пресс-конференции кандидат в президенты от партии «Действия и солидарность» призвала диаспору мобилизоваться и прийти на избирательные участки, несмотря на все ограничения, вызванные пандемией. Майя Санду находится под шестым номером в избирательном бюллетене. Как в период предвыборной кампании, так и накануне выборов, Дарин Киртуака призвал граждан прийти 1 ноября на избирательные участки и проголосовать за объединение Республики Молдова с Румынией. Кандидат президента от избирательного блока Унира подвел итоги предвыборного периода и выделил основные цели, которые он поставил перед собой, а также проблемы, с которыми столкнулся. Дарин Киртуака подвел итоги и отметил проблемы, с которыми столкнулся в предвыборный период, в том числе и тот факт, что не смог попасть на левый берег Днестрат, так как его не пропустили на границе. Во время встреч с гражданами я предложил объединение и показал, как можно этого достичь. Мы разъяснили, какие затраты и механизмы нужны для достижения этой цели. Я хотел побывать и на том берегу Днестра, чтобы показать несправедливость, которая существует из-за присутствия российской оккупационной армии, а также невозможность проводить предвыборную кампанию на том берегу Днестра. На пресс-конференции претендент на пост президента говорил и о фальсификации выборов. Каждый день приходилось бороться с ЦИК и махинациями, которые совершал лично Дадон и члены ПСРМ. Мы доказали, что в ЦИК допускаются ошибки не только должностными лицами, но и всей системой, и которые до сих пор неисправлены. Пресс-секретарь независимого кандидата Игоря Дадона Людмила Мунтян не ответила на телефонные звонки, чтобы прокомментировать выдвинутые обвинения. А пресс-секретарь ПСРМ Ирина Астахова сообщила, что не комментирует заявление Дарина Киртуаке и что эта информация не соответствует действительности. Ранее ЦИК допустила некоторые ошибки в процессе проверки подписей, представленных Дарином Киртуаке, для регистрации его кандидатуры в кандидаты в президенты. Политик также заявил, что подобные ошибки могут привести к фальсификации президентских выборов. Объединиться, чтобы спасти граждан Молдовы, призвал других политиков лидер партии Шор Илон Шор. Он подчеркнул, что в стране глубочайший экономический и социальный кризис, с которым можно справиться только общими усилиями. На своей странице в соцсети Илон Шор заявил, что твердо уверен в победе кандидатов в президенты от партии Шор Виолетты Иванов и считает, что политикам пора подумать о том, что произойдет 2 ноября. Давайте трезво оценим ситуацию. Ведь сегодня многим реально не на что жить. Но давайте хоть раз перестанем думать о своих амбициях, перестанем думать о своей ненависти. И сегодня сплотимся, сядем за круглый стол и найдем решение для людей. Превратим жизнь в людей и постараемся его вывести на другой уровень. Сегодня не время собачиться и поливать другую грязью. Также в своем видеообращении Илон Шор отметил, что при объединении усилий политикам хватит двух лет не только для того, чтобы вернуть экономику и социальную сферу докризисным показателям, но и поднять уровень жизни в стране. Я уверен, что если каждый из нас предложит то, что он умеет, из нас всех получится сильная команда, которая сможет возродить нашу страну. Я призываю вас, давайте остановимся, давайте прекратим эту политическую войну, давайте спасем наших граждан. В заключении Илон Шор призвал политиков доказать, что они ответственные граждане, которым люди не зря отдали свои голоса. Далее трагичная новость из-за рубежа. Сегодня, 30 октября, на западе Турции, в городе Измир, произошло мощное землетрясение магнитуда 6,6. По предварительной информации, нанесен урон зданиям, под завалами могут находиться люди. Также сообщается, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды, и город накрыло волной цунами. Эпицентр находился в районе города Сеферихисар, провинции Измир, на глубине 16,5 километров. По данным турецких СМИ и очевидцев, толчки ощущались в разных провинциях на западе страны, а также в Стамбуле. После основного землетрясения были зафиксированы повторные толчки магнитудой от 4 до 4,8 баллов. В МВД Турции сообщили, что разрушено более 20 зданий. Погибли минимум 4 человека. Еще около 120 пострадали. Ранее также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Дадеканесских островов в Греции, которое ощущалось и в Афинах. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы. Мы следим за ситуацией. Если мы узнаем о том, что у некоторых граждан Молдовы возникли проблемы, мы сообщим общественности. На данный момент наше посольство в соответствующих странах бдительно наблюдает за последствиями землетрясения. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения. Напомним, 21 год назад около 17 тысяч человек погибли в результате аналогичного землетрясения на западном побережье Турции. Вернемся в нашу страну. В Молдавской столице этим утром было неспокойно. В начале дня появилось сообщение о бомбах, заложенных в примире Кишинева и в посольстве Украины. Неизвестный позвонил в службу 112 и сказал, что внутри зданий находятся взрывоопасные предметы. Информацию нам подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. Специализированные службы незамедлительно прибыли на место. Территорию вокруг зданий оцепили. Из-за этого движение 20 троллейбусов по Штефан-Челмаре было на полчаса заблокировано. Позже общественный транспорт перенаправили на улицу Букурежц. В результате проведенных в зданиях проверок взрывоопасных предметов обнаружено не было и правоохранители сообщили, что предупреждение оказалось сложным. Полиция возбудила два уголовных дела. Личность позвонившего пока не установлена. Ему грозит штраф в размере до 43 тысяч хлеев или до двух лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Возле центрального рынка в столице впервые появятся специальные парковочные места для людей с ограниченными возможностями, а по периметру самого рынка организованная парковка. Ее обустройством займутся уже в следующем месяце. Эти работы часть масштабной реконструкции рынка, инициатором которой стали муниципальные советники от политической партии ШОР. В Кишиневе вокруг центрального рынка инфраструктура для автомобилистов совсем не приспособлена, рассказывает Василий. Припарковать машину, по его мнению, практически невозможно. Более того, нет специальных мест для водителей с ограниченными возможностями. И несмотря на то, что мужчина приезжает на рынок два раза в месяц, ему приходится подолгу ждать, чтобы освободилось место поближе ко входу, так как передвигаться самостоятельно Василий не может. Ситуация с парковками у центрального рынка изменится уже в ноябре. На улицах Армянской, митрополита Варлаама и Тегина начнутся работы по их благоустройству. Планируют оборудовать 350-400 парковочных мест. Что важно, учтут и потребности таких водителей, как Василия. Обязательно. Возле каждого входа на территорию рынка будут места для людей с ограниченными возможностями. Каждый вход будет иметь по две таких парковки. Я думаю, этого будет достаточно. Это впервые такое решение принято касательно рынка. И, наверное, единственное по всем рынкам Кишинева. Парковки для людей с ограниченными возможностями будут бесплатными. Оставлять автомобили на специально отведенном месте посетители рынка смогут уже к концу года. Хорошо будет. Намного лучше, чем сейчас. Я вообще бы тут вокруг сделал платную парковку, чтобы так машину не ставили. Это просто прекрасно. Пусть платная, но чтобы было организовано, цивилизовано. Работы по обустройству парковок часть проекта по реконструкции всего центрального рынка отметил столичный муниципальный советник Валерий Клименко. Сама реконструкция рынка это проект политической партии ШОР. Я его инициировал на заседании муниципального совета. Меня поддержали муниципальные советники, поддержала администрация города. И сегодня мы совместными усилиями решаем этот очень сложный, дорогой, но очень нужный городу проект. Валерий Клименко напомнил, после того, как советники от политической партии ШОР инициировали проверку финансового состояния рынка, выяснилось, что городской бюджет в год терял порядка 5 миллионов леев. С введением жесткого контроля годовой доход предприятия составил около 15-17 миллионов леев, добавил Клименко. Далее новости из регионов. Аргеевский район постоянно преображается. Во многих населенных пунктах проведено уличное освещение, в других построены детские площадки. В самом муниципе Аргеев сдано в эксплуатацию 30 остановок общественного транспорта, а в секторах города отремонтированы дороги. Жителям Аргеева больше не придется ожидать общественный транспорт под дождем, снегопадом или на ветру. 30 современных и чистых остановок были открыты в микрорайонах Букурия, Северный, Лупайка и Центр. Мы очень довольны. Теперь у нас есть остановки и есть где ждать транспорт, потому что раньше мы шли на другую сторону с сумками в руках. Это было тяжело. В следующем году будут отремонтированы еще более 20 остановок, пообещал Примар. Команда Илона Шора продолжает все проекты, начатые еще в 2015 году. В периодически подтапливаемом микрорайоне Букурия начались ремонтные работы на улицах Унирии, Калинилор, Флорилор и Эстрада Новая. С этого момента мы надеемся, что все проблемы будут решены при самых высоких стандартах качества. В селах Суслены и Киперчены Аргеевского района реализован проект «Детская площадка в каждом селе», который принес радость всем, без исключения маленьким жителям. Я считаю, что это отлично реализованный проект, потому что у детей из сел нет возможности часто ездить в город, как у других, чтобы играть и развлекаться. В населенных пунктах Андреевка, Инкулец и Окница Цераны на улицах появилось освещение. Примары сел рады, ведь этот проект был одним из самых ожидаемых. Появилось уличное освещение, которого здесь ждали много лет, и сегодня мечта сельчан сбылась. В настоящее время инфраструктурные проекты реализуются в более чем 100 населенных пунктах, в том числе примерно в 70 примыриях, которыми руководят представители команды Илона Шора. Таким был сегодняшний день. На этом я, Леся Кайряк, с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!